мы продолжаем строить коферейсер на базе бмв к 1100 лт электрика стала последним этапом перед финальной подгонкой рамы покраской и сборкой ее мы сделали с нуля на компактных цифровых компонентах moto гаджет основная задача заключалась в том чтобы максимально скрыть провода и элементы сохранив весь необходимый функционал небольшой и легкий аккумулятор от yamaha r6 разместили хвосте на самодельной платформе закрепленный через виброгасящие подушки на ней же закрепили оригинальные реле стартера и реле зарядки аккумулятора на плюс подключены провода на moto гаджет генератор и стартер на минус подключена реле зарядки провод на раму двигатель и реле стартера мы не объединяли провода чтобы сохранить модульность проводки для быстрой разборки и обслуживания цифровой блок управления м-юнит разместили в передней части на двух шпильках чтобы он касался рамы подробный обзор этого контроллера есть на нашем канале в отдельном видео к нему идет силовой провод от аккумулятора через предохранитель м-юнит включается бесконтактным ключом так что на нашем мотоцикле не будет стандартного замка зажигания оптика управляется цифровыми пультами с тремя кнопками через м-юнит поворотники включаются и отключаются нажатием нижней кнопки на правом и левом пунктах аварийка активируется синхронным нажатием обеих кнопок вся задняя оптика закреплена на рамке номера и подключается одним коннектором ближний свет включается нажатием верхней кнопки и переключается на дальний нажатием задержки на приборке есть соответствующие индикаторы звуковой сигнал выведен на фронтальную кнопку левого пульта стартер на верхнюю кнопку правого пульта фронтальная кнопка правого пульта управляет приборкой для навигации в меню и просмотра информации пульты и датчик переднего тормоза подключены через реле m-button которая позволяет спрятать все коннекторы в фаре и подключить к юне всего один провод в порт конфлик датчик заднего тормоза интегрирован в банджо болт и подключается к им юнит в порт брейк все операции дублируются диодами на контроллере так что можно убедиться в правильном подключении и работоспособности сети проводку системы управления двигателем идущую из матроник мы существенно укоротили и уменьшили справа тем юнит установлена водонепроницаемые реле moto гаджет с резьбовым креплением на торце которая включает вентилятор радиатора управляющим сигналом из матроник слева реле топливного насоса в баке которая также включается сигналом из матроник на к 1100 лт стоит не датчик нейтрали а счетчик передач нейтральной передаче соответствует положение при котором все три провода счетчика замкнуты на массу поэтому пришлось сделать простую схему с двумя управляющими реле подключенными последовательно чтобы вывести нейтрально приборку справа от нейтрали индикатор давления масла который подключен напрямую к датчику в двигателе и гаснет при запуске остальные сигналы мы вывели на диодную панель мотоскоп мини индикатор зарядки аккумулятора подключен напрямую генератору и гаснет после запуска двигателя индикатор низкого уровня топлива подключен напрямую к поплавковому датчику в баке индикатор перегрева двигателя загорается при температуре охлаждающей жидкости в 100 градусов и подключен напрямую к термо включателю вместо оригинального датчика температуры стандартный датчик скорости не совместим с приборкой moto гаджет на его место мы изготовили алюминиевую заглушку мы использовали датчик который идет в комплекте его мы разместили за колесом на оригинальный фиксатор провода который прикрутили крышки редуктора один провод датчика идет в приборку 2 на землю ответный магнит установили через кронштейн вместо крепления диска abs решение надежное обеспечивает допустимое расстояние между датчиком и магнитом а также спрятана от глаз для точного отображения скорости нужно задать параметры колеса или обучить приборку на ходу при финальной сборке провода будут еще укорочены и обернуты защитными рукавами но принципиально схема не изменится на раме будут сделаны крепления и выборки для скрытой прокладки проводов большое количество коннекторов под баком можно сократить но для нас очень важна модульность проводки чтобы можно было легко отключить любой элемент и участок для проверки замены или ремонта цифровые компоненты мото-гаджет существенно уменьшили объем и вес электрической сети мотоцикла они стойки к попаданию воды и вибрации что упрощает размещение стандартная проводка вместе с приборкой замком зажигания пультами всеми реле блоками управления и проводами весит 9 килограмм а вместе с аккумулятором 17 спрятать все это под хвостом и баком невозможно а видимое размещение сильно портит дизайн и образ мотоцикла приобрести все компоненты мото-гаджет и получить консультацию можно на сайте stantexclub.ru подписывайтесь на канал и следите за развитием проекта а